всем привет благополучия и здравия сегодня у нас будет с вами эксперимент вот этот аккумулятор стоял на сказать брошенной машинке машинку хотят продать значит мы залезли замок зажигания и пусто сначала показалось что вообще аккумулятора нет но затем мы его вытащили и давайте посмотрим что на нем сейчас сидит на нём сидит 3 и 3 6 вольта ну по всей видимости этот аккумулятор как говорит хозяин он где-то с лета стоит и сейчас уже осень месяца три он стоял и по всей видимости раз такое напряжение 3 3 вольта на нем они 10 допустим значит у него какие-то банки уже в ауте обычно это первая и вторая банка плюсов если судить по напряжению 3 3 вольта мы знаем что 6 банок находится в аккумуляторе по 2 и 2 вольта они и что нам для этого надо то есть мы хотим с вами посмотреть живой ли вообще этот аккумулятор или нет здесь если сдернуть эту крышку то мы доберемся до банок но как вы сами понимаете мы их не сможем вытащить тогда что-то надо мудрить а стоит ли этим заниматься если этот аккумулятор доход стоит ли тратить время проще ли приобрести новый или откуда-то его добыть значит у нас 3 3 вольта и я как своей практика моя показывает нужно дать маленький ток маленький ток ну скажем 100 миллиампер 100 миллиампер мы вас к теме дня будет наш любимый и макс самый дешевый вариант который не может работать без дополнительного глупопитания рассмотрим его достоинства и недостатки пособа применения к заряду автомобильных аккумуляторов так ну вот чем хорош вот так чем хорош аймакс тем что вот я могу сбалансировать батареи здесь у меня повербанки видите тут же нет такого устройства чтобы заряжалась равномерно все батареи вот но с течением времени они будут по емкости отличаться и поэтому периодически нужно вставать и и максом тогда это долго все максимум как я вот сейчас сделано у меня здесь видите сдвоенные такие вытащены из батареи лаптопа но я не хочу их разбирать потому что они тоже постоят и они как бы друг другу уравновешивают и дисбаланс у меня получалось так что я сирену заряд у меня все время как будто заряжается этот повербанк ставите на липобаланс две секции два аккумулятора последовательно 74 вольта и смотрим посмотрел подключение нажимаем и здесь видно баланс видите 384 387 течение времени это будет уходить если вы будете не умными зарядками пользоваться здесь у нас количество часов влитых здесь время то если на 0 2 ампера я вливаю тут здесь будет 0 2 но на количество часов то есть емкость аккумулятора здесь у нас он рубанет отключится от аккумуляторов когда наберет 3 2 700 что-то через 199 минут отключится и здесь термометр как дешевых и максах он должен выводиться здесь или с той стороны нет с этой стороны датчик температуры если значит температура начнет превышать определенное значение он отключится это входное напряжение которое поступает на и макс выходное когда напряжение 8 и 4 вольта напряжение зарядки это баланс банок раз два три 4 5 6 6 можно подключить по 3 7 вольта ну такой макс ну мало вероятно что этот аккумулятор у нас оживет это я уже вижу так сказать не жилец ну раз начали давайте все таки и продолжим потому что вы здесь так просто не надо все время же сидеть тут смотреть на это дело интересно будет для многих то вот любит это восстанавливать аккумуляторы посмотреть конечно надо еще прикупить дистиллированной воды потому что на тех банках которые полудохлые у них будет концентрация меньше и желательно после долгих зарядов уравновесить а может даже и сделать больше и разрядить аккумулятор видите я сейчас все таки поставил аймакс 14 вольт на 4 и часа как бы таймер поставил и зарядка полтора 1 и 4 ампера и емкость 10 тысяч то есть миллиампер то есть 10 ампер я хочу сюда не знаю какие они банки зайдут видите даже при таком небольшом токе как полтора ампера я применяю вентилятор потому что тогда если его не применять тогда это все начнет подгорать как у многих ребят и потом как бы придется чинить тут я использую повербанк повербанк заряжают у меня специально такой вентилятор иногда я если у меня компьютер перегревается лаптоп я свою прямо ему будет бы разъем охлаждаю ну или мало можно скажем себя охладить кстати он очень сильно дует то все эти турбированные вентиляторы у них и шум больше и они ничем не хуже дают чем такой здоровый обычный пропеллер чем еще аймакс хорош тем что то здесь у меня но этот он отключится от аккумулятора или когда достигнет напряжение 14 вольт или значит достигнет емкость которую я поставил скажем 10 ампер я поставил и также по таймингу сколько там полтора часа я поставил да то есть вот три таких вещи носить ним невозможно работать маленькими вот такими вещами подзаряжать потом нельзя доограничивать током то есть минимум 100 миллиампер но в принципе как бы это и подойдет все таки не надо стоять сидеть тут с этой всей конструкции и можно заниматься своими делами но как правило человек все время бегает ну это по первому разу так то есть электроника не должна подводить недостатка у него то что но если 0 больше 0 5 ампер вы будете заряжать чего-то то все там разогревается те резисторы разогреваются которые нагрузочные также но когда будете разряжать но если обдувать то полтора ампера он запросто тянет а на ампере он тоже уже все вот этот узел начинает разогреваться все полевики там также разогревается дико потому что у них нету полного открытия и он так наполовину открыт закрыт естественно на нем падает большая мощность рассеивающая и конечно ему не хватает охлаждения тем более он как бы закупорен весь все так поглядеть не тут какие-то он есть ну я выхожу из что у меня есть маленькие вентиляторы такие я могу обдувать ну поставить сюда и обдувать его и все нет проблем скажем питать его повербанка и у из бы зарядки без без разницы ну и на этом мы кончаем свое видео пишите в комментариях что еще чем полезен и бесполезен и макс и задавайте вопросы мы постараемся на них ответить а также можете сделать ставки между собой на то что жилец этот акб или мертвец всем пока